Добрый день. 20 декабря уже прошлого года состоялся официальный запуск цифрового телерадиовещения в нашей республике. Строительство было сопряжено с определенными трудностями, сложностями, связанными как с географическими, так и с климатическими особенностями. Какие проблемы приходилось решать министерству в этот момент? Проблемы для нашей необъятной республики стандартные. Это климатические условия, это большие территории, это завоз материалов, антенномачтовых сооружений, крупногабаритных грузов в наши северные лусы и так далее. Ну и работало в связи с тем, что у нас огромная территория, одновременно достаточно много подрядчиков. Вот контроль за ними, за работой, это, конечно, накладывало свои трудности во всем процессе реализации этой федеральной целевой программы. Ну и это не какой-нибудь там небольшой субъект в центре Российской Федерации. Нам нужно было завозить там зимником в основном и в летнее время, да. Поэтому вот все, как бы все эти требования приходилось выполнять. И вот эти, это вот проблема, они накладывали, конечно, и в сроки строительства, и, ну, вообще во все строительство вот эти были, были эти проблемы. Вот цифровое телевещание сейчас охвачено 95% населения нашей республики и бесплатно можно смотреть 10 федеральных каналов, а вот в городах Якутска и Нерингре это 20 бесплатных каналов. И когда вот остальные жители городов, сел могут также смотреть бесплатно 20 федеральных каналов? В соответствии с планами Федерального государственного ментального предприятия Российская телерадиовещательная сеть, в течение 2018 года все те населенные пункты, которые сегодня охвачены цифровым телерадиовещанием, должны быть обеспечены уже вторым мультиплексом, то есть обеспечены бесплатным пакетом из 20 каналов. Да, то есть до конца 2018 года. К сожалению, пока финансовые вопросы еще точно не решены. Если они в ближайшее время будут решены, то мы уверены, что 2018 год достаточно для того, чтобы выполнить эти задачи. То есть мы ставим задачи конец 2018 года. Александр Ильич, ну вот как будет решаться вопрос о подключении к цифровому телерадиовещанию оставшихся 5% населения? Действительно, вот мы говорим 95%, но это всего лишь 390 населенных пунктов из наших 600, там с лишним населенных пунктов. А все остальные населенные пункты, кроме 390, они сегодня на самом деле не видят цифровые пакеты федеральных каналов. Мы сегодня ведем переговоры со спутниковыми операторами, с которыми сегодня достигнута пока предварительная договоренность о том, что эти операторы будут продавать так называемые спутниковые тарелки, в народе так говорят. Мы говорим спутниковые терминалы для населения по льготным ценам. И мы ставим вопрос о том, чтобы те же 20 каналов, кроме того, наши два канала, это Якутия-24, который буквально в скором времени выйдет в эфир, и НВК САХА были, опять же, транслировались для населения в бесплатном режиме. Если у них стандартный пакет в основном составляет 150 телевизионных каналов, то среди них вот эти 22, они должны быть в бесплатном режиме. То есть, если абонент не платит за эксплуатацию оборудования, то он, в принципе, мог видеть эти 22 канала. Вот пока речь идет об этом. Но я думаю, что это, в принципе, неплохой выход из ситуации. И буквально в конце января я встречаюсь с генеральным директором НТВ+, это первая компания, и эта работа будет иметь какие-то результаты. Ну, какие-то сроки уже есть, когда оставшаяся часть населения должна будет подключиться к СЭС? Ну, я думаю, что в течение двух лет это вполне возможно. Ну, вот политика государства у нас в целом направлена на широкоформатное подключение к цифре. И планируется ли, опять же, мы говорим о каких-то временных сроках, да, когда будет отключать у нас аналоговое вещание по всей стране? И нужно ли их отключать? Ну, что касается федеральных каналов, конечно, федеральная целевая программа, она реализовывалась для того, чтобы по всей нашей стране аналоговое вещание было заменено на цифру. Это, конечно, шаг вперед, это развитие, поэтому аналоговое вещание федеральных каналов, оно в ближайшем будущем будет отключено. Когда оно будет отключено, будет принимать правительство Российской Федерации, пока таких сроков не называется. Приблизительно это, возможно, 2019 год, но пока сроков до нас не доводили. Что касается других каналов, в том числе региональных каналов, то никаких ограничений по части их работы в дальнейшем нет. То есть мы можем вещать НВК САХА еще 10 лет, может быть, еще больше в аналоговом режиме. Просто-напросто нам нужно идти вперед, и мы ставим уже другие задачи, также перевести на цифру, в том числе и региональные каналы наши. Вот в законе о СМИ говорится, что в каждом субъекте Российской Федерации, каждый субъект сам выбирает себе обязательно общедоступный телеканал субъекта. У нас, если я не ошибаюсь, это САХА-24 на данный момент. Да, но не мы выбираем. Мы подаем заявку в Роскомнадзор Российской Федерации, и он утверждает этот канал. Комиссия выбирает, а Роскомнадзор утверждает. Вот таким каналом у нас утвержден САХА-24. И сегодня все операторы кабельного телевидения, они его вещают на 21-й кнопке. Такое решение принято у нас. В будущем мы хотели бы, что у нас также должен быть организован региональный мультиплекс, в котором должны быть несколько наших региональных каналов. Ну вот как раз-таки региональные каналы на данный момент у нас обещаются в аналоге. И вот как раз-таки когда будет создан региональный мультиплекс, какие каналы туда будут входить? Опять же, кто будет определять? Для этого как раз-таки Егор Борисов, глава республики, в конце прошлого года встречался заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем радиовещательной комиссии, с целью организовать у нас в регионе свой цифровой пакет. К сожалению, пока законодательная часть вот этого процесса, она сегодня в России не готова. Нам нужно, во-первых, для НВК САХА, для компании, получить цифровую лицензию. После этого наш оператор ГУБТ, технический центр телерадиовещания, должен перевести на основании этой лицензии свои частоты в цифру. Если это будет сделано, еще раз повторяю, пока такой нормативки нету, мы работаем над ним, мы работаем с Минкомсвязью, Роскомнадзором Российской Федерации. И когда все это будет готово, и технически мы сегодня видим, как это нужно реализовать, и, как говорит глава республики, финансовая часть также будет обеспечена со стороны нашей республики. И тогда мы видим, что несколько каналов, это в том числе русскоязычные Якутия-24, НВК САХА, возможно, детский контент, образовательные каналы, мы можем спокойно транслировать уже на всей территории нашей республики. Вот возвращаясь как раз-таки к обязательному общедоступному телеканалу, Вы сказали, что он будет транслироваться на 21 кнопке. То есть получается, что фактически будет не 20 каналов в субъекте, а 21. То есть 20 они для всех одинаковых, для всех субъектов получается, и 21 это у нас уже наш местный канал. Да, совершенно верно. 21, вполне возможно, что мы будем добиваться и 22 кнопки, да, вот это у других операторов. А наш оператор, он, конечно, будет транслировать уже в собственный региональный мультиплекс, в котором будут чисто региональные каналы. Ну вот 22 кнопка, какой канал планируется туда подключить? Ну если мы говорим о том, что это касается спутниковых операторов, мы говорим о том, что там должны быть 20 федеральных каналов бесплатно, то мы сейчас будем ставить вопрос о том, чтобы два наших канала именно в тех населенных пунктах, которые не охвачены федеральной целевой программой, вот эти 22 канала, это федеральные каналы, плюс Якутия-24, плюс НВК Саха, они транслировались для нашего населения. Ну если вдруг у людей случаются какие-то перебои с приемом, куда они могут обращаться, и сейчас на данный момент уже есть какие-то данные, все-таки происходят ли перебои и с чем они связаны? Конечно, большинство объектов сегодня работает в тестовом режиме, оборудование недавно было смонтировано, поэтому перебои могут быть. Нашим телезрителям, администрациям Нашлюгов нужно обращаться по телефону 40 21 53, это технические службы в ГУП, российская телерадиовещательная сеть, это вот по цифровому телевизионному вещанию. Будут приняты меры по улучшению качества сигнала, а также можете обращаться к нам в Минсвязи Республики, на нашем сайте все наши телефоны есть. Обращайтесь, мы будем реагировать оперативно и устранять все эти неисправности. Насколько быстро, кстати, происходит Ваше реагирование и устранение? Ну, чем быстрее обращаются из мест, это первое. Второе, сам в ГУПРТРС сегодня дистанционно ведет контроль, ежедневно контролируется работа всех станций, поэтому достаточно быстро. Проблема лишь в том, как быстро добраться до места, где произошла либо авария, либо улучшение качества цифрового вещания. Александр Ильич, ну, пожалуй, последний вопрос. Ожидается ли, что цифровизация вообще приведет к удешевлению кабельного телевидения? Прямой зависимости между ними нету, а какая-то косвенная зависимость, конечно, есть. То есть кабельный оператор, это чисто коммерческий оператор, да, он, естественно, будет следить за конвентурой рынка, и, возможно, он будет удешевлять свои тарифы, чтобы конкурировать с бесплатными. Александр Ильич, большое спасибо Вам за участие. Я напоминаю, Вы смотрели актуальное интервью. Сегодня в нашей студии был министр связи и информационных технологий Республики Сахар-Якуте Александр Борисов. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова